Инвентор позволяет выполнять расчет деталей на прочность. Расчет выполняется методом конечных элементов. Создадим новую деталь. Нарисуем окружность диаметром 20 мм с центром в начале координат. Принимаем эскиз. Выполним операцию выдавливания. Введем значение 300 мм. Нажимаем ОК. Назовем деталь «Стержень» и сохраним ее. Для более точного выполнения расчета я рекомендую создать новый материал с подходящими физическими параметрами. На вкладке «Управление» откроем редактор стилей. И создадим новый материал на основе материала «Сталь низкоуглеродистая». Выбираем «Сталь низкоуглеродистая», нажимаем «Создать». Введем имя «Сталь 3ПС». Укажем плотность 7,85. Модуль «Юнга» 210. Коэффициент Пуассона 0,3. Предел текучести 245. Временное сопротивление 450. И сохраним данный материал. Закроем редактор стилей. Правой кнопкой мыши нажмем на название детали и откроем свойства инвентора. На вкладке «Физические» выберем наш материал – «Сталь 3ПС». Применим и закроем. На вкладке «Среды» выбираем «Анализ напряжений». На ленте становится доступным меню «Анализа напряжений». Нажмем «Создать новое моделирование». Назовем его «Расчет на изгиб». Остальные настройки пока оставим без изменений. Нажимаем «Ок». Для начала проверяем, правильно ли назначен материал для расчета. Откроем «Назначить материал». Видим, что действительно выбрана сталь 3ПС. Здесь же можно переопределить материал для расчетов на любой из доступных. Нажимаем «Ок». Далее укажем зависимость для расчетов. Выберем зависимость фиксации. Укажем на торцевые плоскости стержня. Применяем. На панели нагрузки выберем «Сила». Положение силы укажем на поверхности стержня. Поставим галочку «Использовать векторные компоненты». Введем точное значение силы 1000 ньютон по оси «Y». Поставим «Минус», чтобы выбрать обратное направление силы. Применяем. В браузере отражаются соответствующие папки с зависимостями и нагрузками и можно в любой момент их отредактировать. Теперь, когда заданы нагрузки и ограничения фиксаций, разберемся со способами разделения детали на конечные элементы. Метод конечных элементов заключается в разделении объемного тела на конечное число фигур – тетраэдеров. На панели «Подготовка» есть пункт «Вид сетки». Для более точного получения результатов желательно настроить сетку. Нажмем значок «Настройка сетки». Здесь можно задавать средний размер элементов. Введем 0,05. Максимальный размер введем 0,1. Коэффициент разнородности оставим без изменений. Максимальный угол поворота – 20 градусов. В зависимости от мощности компьютера можно задавать и меньшие значения, от этого будет зависеть точность расчетов. Для выполнения расчета нажмем «Моделировать». Нажимаем «Выполнить». Трехмерные напряжения и нагрузки образуются в нескольких направлениях. Эти многонаправленные напряжения суммируются для получения эквивалентного напряжения, которое также называется напряжением по мизису. Результат расчета представляется именно напряжением по мизису. Результат представляется в виде окрашивания детали различными цветами. Каждому цвету соответствует напряжение. Синий – минимальное, красный – максимальное. В левой части экрана в виде графика показано соответствие цвета определенному числовому значению. В браузере двойным щелчком мыши можно также выбирать другие полученные результаты. Первое основное напряжение, второе основное напряжение, смещение, коэффициент запаса прочности. Также в раскрывающихся папках можно просматривать напряжение, смещение и деформацию в каждом направлении. Если нажать «Вид сетки», то можно увидеть, что деталь разделилась на меньшие элементы. С помощью элемента «Управление локальной сеткой» можно задавать меньшие значения сетки для определенных участков детали. Это повышает точность расчетов. Укажем торцевые плоскости стержня и зададим размер сетки для них 2 мм. Еще раз выполним моделирование. Можем увидеть, что сетка на данных гранях стала более мелкой. Результат расчета немного изменился. На панели «Результат» можно просматривать анимацию нагружения. Также можно указывать точку для датчика и просматривать результат расчета для любой точки на поверхности детали. На панели «Отображение» можно включить отображение максимального и минимального результата расчетов. С помощью «Отображение корректировки смещения» можно выбирать «Множитель» для более наглядного просмотра результатов. На панели «Отчет» можно создавать отчет по всем результатам расчета. Он сохраняется в HTML-файле. В отчете указываются все данные по расчету. Показаны все нагрузки, зависимости, материал, а также все результаты расчетов. Завершим анализ напряжения и сохраним деталь. Звучит загрузка смещения в следующем году Чуть умещения «От растет» «Отображение корректировки смещения» Продолжение следует...